Воскресный эфир. СТВ продолжает новости. В студии Екатерина Забинько. Здравствуйте. Новые подробности поступают из Еревана, где сегодня утром вооруженные люди захватили здание полиции. Армянские СМИ обнародовали личность погибшего при нападении. Это заместитель начальника полка патрульно-постовой службы. В ходе столкновений еще двое полицейских получили ранения. Один был экстренно прооперирован. Также сообщается о том, что силовикам удалось освободить двух заложников. Всего преступники удерживают 8 правоохранителей. Налетчики требуют отставки властей и освобождения из-под ареста оппозиционного лидера Шерара Сефеляна. Он был задержан 20 июня по обвинению в незаконном приобретении и хранении оружия. В ходе следствия выяснилось, что он вместе с сообщниками планировал захватить здание, средства связи и телекоммуникации, в том числе телебашню Еревана. Тысячи турок провели минувшую ночь первую после неудавшегося военного переворота на улицах. Это своего рода дозор на случай новых попыток свергнуть власть. Сегодня, как ожидается, население снова может выйти на улицы. В Анкаре, Стамбуле, Измире и других крупных городах на центральной площади вышли десятки тысяч людей. В руках у них были флаги Турции. Население скандировало лозунги с осуждением путчистов, а также требовало смертной казни для участников попытки переворота. Тем временем судебные разбирательства прошли в отношении 58 и 105 задержанных офицеров высшего звена. 52 из них были арестованы, остальные отпущены под подписку о невыезде. Процедуры в отношении остальных военнослужащих продолжаются. По последним данным, турецкие правоохранители уже задержали почти 6 тысяч человек. Тем временем авиасообщение с Турцией полностью восстановлено. Сегодня в национальный аэропорт Беларуси турецкие рейсы прибывают и отправляются обратно. Точно по расписанию. Напомню, накануне многие мировые авиакомпании начали переносители отменять полеты в Турцию на фоне попытки государственного переворота в этой стране. В частности, три рейса из Минска в Анталью вылетели с задержкой. Одним из сегодняшних рейсов из Турции вернулась наша коллега Валентина Железная. Она поделилась своими впечатлениями об обстановке на месте событий. По сравнению с тем, что было раньше, пляжи были фактически пусты. В банкоматах уже на следующий день невозможно было снять деньги. В магазинах опустили полки. Усилена охрана. Улицы постоянно патрулируют полиция. Просто такая атмосфера была достаточно тревожная. В самом аэропорту там усилены меры безопасности. Много, на самом деле, очень много туристов еще не улетели, может быть, даже с прошлых суток, потому что залы ожидания переполнены. Многие просто сидят на полу. Рейсы, авиасообщение возобновляется, но рейсы все-таки идут с опозданием. Еще об одном громком деле. Беларусь намерена обжаловать решение Международного Олимпийского комитета об отстранении нашей мужской сборной погребли на байдарках и каноэ от участия в летних играх в Рио-де-Жанейро. Пакет необходимых документов белорусская сторона планирует отправить в Международный спортивный суд в Лозанне уже завтра. В понедельник мы уже подаем весь необходимый пакет документов в арбитраж с тем, чтобы это решение, по крайней мере, было приостановлено, что даст нашим спортсменам возможность участвовать в Олимпийских играх. Мы абсолютно уверены в том, что они туда должны поехать, поскольку они заслужили это право на международных стартах и своим мастерством. И никакого допинга здесь не было. Все это решение основано на каких-то предположениях, что может быть когда-нибудь где-то что-то было. То есть никаких конкретных фактов под решением нет. Напомню, проблемы у белорусских атлетов возникли из-за мельдония. Препарат, популярный среди спортсменов, с 1 января был внесен в список запрещенных. Его остатки обнаружили в крови наших грибцов. Содержание было минимальным, поэтому Всемирное антидопинговое агентство допустило их к соревнованиям. Но последнее слово осталось за Международной федерацией Каноэ. Она и приняла решение о дисквалификации. Подробнее об официальной позиции Белоруссии генеральный секретарь Национального олимпийского комитета нашей страны расскажет сегодня в прямом эфире СТВ. Он станет гостем информационно-аналитической программы «Неделя». В эти минуты она готовится к эфиру и вот другие ее темы. Лазурный берег цвета крови. Мир приходит в себя после теракта в Ницце. Сотрудник только закрыл двери, и я запрещала. Пожалуйста, впустите нас. Попытка военного переворота в Турции. Сюжет снятый на мобильный телефон. Валентина Железная онлайн. Конституционный совет страны всерьез намерен просить на этих людей высшие меры наказания. Герцог Эмили де Монтескью Д'Артаньян. Зачем потомок легендарного мушкатера прилетал в Беларусь? Я посетил несколько предприятий, чтобы посмотреть, как я могу помочь расширить экспорт. Торнадо, столкнувшиеся самолеты, падающие деревья, три сотни обесточенных населенных пунктов. Грозовой фронт накрыл Беларусь. Вы, оказывается, летать имеете? Научилась. Ольга Петрашевская об унесенных ветром. Вот так, примерно через 30 минут после завершения погодного апокалипсиса, выглядит дорожка. Это любовь, о которой ты читал когда-то. 25 лет славянскому базару. Три! Самые яркие моменты юбилейного уникального фестиваля искусств. Эти и другие наиболее заметные темы уходящих 7 дней в итоговой программе «Неделя» с Евгением Гориным в 19.30. Комплекс по производству новой инновационной продукции специальных сталей планируют построить в Беларуси до 2022 года. Сегодня работники металлургической отрасли отмечают профессиональный праздник и делятся планами и достижениями этой сферы. Так, на БМЗ построен новый сортопрокатный цех. В сентябре прошлого года в его запуске принял участие глава государства. Нововведения также затронули Могилевские и Реческие заводы. На ближайшее пятилетие планируется на БМЗ проект по производству специальных сталей в объеме 300 тысяч тонн в год. Специальные стали в Республике Беларусь еще не делались. Это новая инновационная продукция. Белорусский металлургический завод сегодня входит в число пяти крупнейших предприятий Республики. Первые десятки его партнеров – Россия, Германия, Литва, Голландия, Канада, Польша, Израиль. На Брещене в Березовском районе поисковики обнаружили фрагменты самолета ДБ-3. Для того, чтобы поднять их на поверхность, поисковикам пришлось вырыть котлован в лесу в болотистой местности. Во время раскопок из грунта достали авиапулемет, часть парашюта, фрагменты двигателя и обшивки. Примечательно, что именно в эти дни Березовский район отмечает очередную годовщину освобождения от фашистских захватчиков. Эта находка подтверждает никто и ничто не забыто о военных подвигах в репортаже наших корреспондентов. О том, какие жаркие бои развернулись в небе над Березой в июне 1941-го, Зиновий Калистратович помнит в мельчайших подробностях. Разгар воздушных сражений пришелся уже на третий день войны. На глазах у тогда 12-летнего парнишки произошло и это крушение. Пойдем стреляли, и два летчика выпрыгнули с него. И все, и самолет полетел дальше, подлетел он немного туда, улез, и пошел в землю. И взорвался, и только дым и звук полетел все на свете. Личности членов экипажа, ни тех, кто покинул самолет, ни того, кто погиб, неизвестны до сих пор. К слову, против немецких истребителей у советского ДБ-3 не было ни единого шанса. И это не первый случай, когда наши крылатые машины выступали для врага фактически живой мишенью. Потери в авиации, особенно бомбардировочной, за первые дни войны были такими огромными, что Сталин специальным приказом вскоре запретил дневные вылеты тяжелых самолетов. Не ошибки, а беда, наверное, наша. Бомбардировочные авиации, бомбардировщики вылетали без прикрытия истребителей. Ни одного истребителя не было. Попытки докопаться до самолета, а заодно и до информации о нем, предпринимались не раз. Но уж очень глубоко лежала машина. В ходе полноценных раскопок с помощью техники поисковикам удалось извлечь из земли и бортовой пулемет, и десятки фрагментов, в том числе и с номером двигателя. Клапан двигателя, коромысло, храповик, винта. Работы было много в течение целого светового дня, потому что за истечением такого времени, естественно, память поистерла точное место падения самолета. Поисковые работы на Березовщине продолжаются. След, который оставила здесь война, ощутим и спустя 75 лет. На сегодняшний день, можно сказать, что еще примерно известно о девяти местах падения самолетов. Поэтому работа предстоит еще немалая. По номеру на двигателе, поднятого на поверхность ДБ-3, еще есть шанс установить личности членов экипажа. Их фамилии уже ищут в российских архивах. Алексей Волков, Петр Бутрим, Станислав Пекарский, телекомпания СТВ, Брестская область. И к главному культурному событию страны Алексей Гросс получил максимум баллов от судей в первый день конкурса молодых исполнителей. Концерт «Славянский хит» состоялся в Витебске накануне поздно вечером. Белорус вышел на сцену летнего амфитеатра в 13-м и получил по 10 баллов от каждого из восьми членов жюри. «Славянский хит» На втором месте представитель Казахстана. У него на три балла меньше. Выше 70-ти еще у России, Мексики, Чехии и Израиля. Этим вечером артисты вновь выйдут на сцену летнего амфитеатра уже с мировыми хитами. Тогда же станет известен итог всего песенного соревнования на «Славянском базаре». Тем временем Витебск продолжает жить в ритме фестиваля. Сегодня на «Славянском базаре» в режиме нон-стоп, начиная с 9 утра и до позднего вечера, проходит уникальный марафон – тысяча стихов о Витебске. Его участники непрерывно читают стихи о городе. Организаторы конкурса мечтают поставить рекорд и попасть в Книгу Гиннеса. Здесь вместе все – объединение, коллектив, и каждый по себе отдельно гений. И музыка летит хрустальным звоном, мечая песнями славянский фестиваль. И напоследок радостная новость из мира спорта. Биатлонисты Дарья Домрачева и Бьерн Далин сыграли свадьбу. Таким образом, одна из самых титулованных пар в спортивной истории стали мужем и женой. Отношения олимпийских чемпионов длятся уже несколько лет. Ранее стало известно, что этой осенью они станут родителями. Спортивную тему в своем обзоре продолжит Денис Гончаренко. Я же на этом с вами прощаюсь. Всего доброго.